Ой, Берат, что ты здесь делаешь? Я знаю, что ты не беременна. Кадер. Я знаю, что ты здесь делаешь. Расюшня, дорогая, скажи, что с тобой приключилось? Скажи же, доченька. Почему ты молчишь? Ночью ты не пришла домой. Пришла, а у тебя в глазах отчаяние. Кто это сделал? Послушай меня, или тебя насильно... Мам, все не так, как ты думаешь. Побили меня. Кто? Кто может поднять руку на моего ребенка, а? Говори же. Скажи, я отчитаю этого недоумка. Кадер. Слушай, кто мог так поступить с моей доченькой, а? Мам, это не те люди, кого мы могли бы отсчитать. Ростовщики. Что? Кемаль? Почему ты это делаешь? Махар. Я говорил тебе. Без тебя не получается. Я не такой, как ты. Я не могу жить в надежде на то, что мы когда-то восстанимся. Я не могу ждать того дня, который может не настать. Я хочу быть рядом с тобой. Я люблю тебя больше всего. Но так нельзя. Мы не можем оставить этого ребенка ни с чем. Мы это обсуждали. Умоляю, Кемаль, не надо. Бахар. Я не могу без тебя дышать. Я тоже. Но мы не можем погубить этого ребенка. Нельзя. Он не виновен. Он ни в чем не провинился. Смотри сюда, господа Зухра. Смотри сюда. Что это, господин Осман? Доказательство того, что Тунчо ограбил компанию. Ровно 250 тысяч лир. Хорошо, но... Если бы я не заметил, он бы так продолжал меня грабить. Как бы это ни могло быть ошибкой, Тунчо бы так не поступил. Ты что-то знаешь? Что я могу знать? Тогда ты чего от Театрой тебя защищаешь? Он это сделал. Взял нас и ограбил. Ты смотри, а. Кто знает, что он еще там натворил? И все это из-за тебя. Все. Это из-за меня? А как это со мной связано? Тунчо, сын твоей сестры. Ты сам взял его на работу. Сам его разместил. Хорошо, по поводу Фреда, ты прав. Я отжалилась. Это моя ошибка. Но Тунч, Тунч со мной никак не связан. Понимаешь, вообще никак. Тунч, 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 Тунч. Тунч, Тунч. Тунч, Тунч. 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 Нормально, Сэфериде? Да ничего не случилось, просто порезалось. Пойдем. Сейчас все нормально. И пластырь сейчас наклеим. Да это не важно. Все и так уже прошло. Это важно. Если тебе будет больно, то мне тоже будет больно, Фериде. Фериде? Нормально все? Ты сказал, Джинейт, кто это? Ты выглядишь совсем неладно. Так, ну все, хватит себе же убираться. Кто это, Джинейт? Что случилось? Рассказывай. Бират, я умоляю тебя, Бират. Бират, пожалуйста, не говори им. Или ты уже им сказал? Не сказал, потому что скажешь ты. Я не могу сказать. Ты не понимаешь, что ли, я не могу сказать? Пожалуйста, Бират, ты тоже молчи. Но у меня не было другого выхода. Никто не может его любить на этом свете сильнее, чем я. Понял? Никто не сможет его сделать таким же счастливым, как я сделаю. С тех пор, как эта девушка появилась в своей жизни, ты что, не видишь, как он несчастен? Он остался от своей семьи. У него нет денег, он нищим стал. Раньше он был счастлив. Все это из-за этой девушки ничего не сделало Бахар. Слушай, ты даже Бахар не знаешь. Это раньше Бахар не была такой. Это вы взяли и украли у нее ее улыбку. Просто отравили ее своей ужасной натурой. Ну ладно. Ладно, хорошо. Раз уж все так. Тебе тоже не кажется, что будет правильно, если мы не скажем? Да и если мы не скажем, то они будут счастливы, как были когда-то раньше. Раз уж ты до этого момента не сказал, то ты отныне не будешь говорить, верно? Потому что ты тоже не хочешь, чтобы они были вместе. Или я ошибаюсь, Бират. Ты этого не хочешь. Потому что ты любишь Бахар. Поняла. Слушай, давай потом поговорим, а то у меня голова раскалывается. Джинейт. Ладно. Ну, ты уже придешь сюда. Да, да, я поняла. Ладно, придешь. Что происходит? Кто вы? Что вы делаете? Какие у тебя отношения с Джинейтом? А ты кто для начала? Я девушка Джинейта. Что вы вчера ночью делали с Джинейтом? Тогда иди и спрашивай. Об этом у парня своего. Послушай меня, детка. Я много таких, как ты, повидала. Нашла себе красивого, богатого, сразу накинулась на него, да? Ты что несешь? Я говорю правду. Сейчас рассказывай. Что вы ночью с Джинейтом делали? Рассказывай. Да хватит, что ты за психопатка мне тут попалась, а? Рассказывай, иначе не сможешь от меня спастись. Госпожа Хулия, есть какая-то проблема. Ты не вмешивайся. Все нормально, Бурак, я справлюсь. Я доверял Васильему, но он воткнул мне нашу спину. Ой, дорогая моя. Как человек может тебя погубить? А почему он так подло поступил? Ради денег. Меня просто взяли и оклеветали. Но я узнала, что все это было игрой. Собиралась рассказать это Джинейту. И я нашла квитанцию о том, что деньги отправили в Селиму. Когда меня сбила машина, я направлялся к Джинейту. Кто дал деньги Селиму? Осман Козан. Семья Козанов. И они мебель известную производят. Да, они. Он никогда не считал, что я достойна его сына. Чтобы защитить свою богатую жизнь, он, не сомкнув глаз, потерял меня, уничтожил. Как человек может настолько сильно поддаться влиянию денег? Для денег карман не скончаем. Но у брюк карман имеет свою грань, красавец. Знаешь, они будут жить так, будто они никогда не умрут. Ну ладно. Иди отдохни немного. Тебе нужно выздороветь. Но есть ведь такие прекрасные люди, как вы. Те, кто делятся последним кусочком хлеба, которые не ждут ничего в ответ. Я тебе за все благодарна. Даже не знаю, как смогу тебе отплатить. Да ладно тебе, дорогая. Ты сейчас об этом не думай. Давай, тебе нужно поскорее выздороветь. Иди отдохни немного, поспи. Давай, дорогая. Алло. Ифат. Послушай. Где ты? Доставляй дела. Забудь про все дела. Послушай меня. Я попрошу тебя сделать кое-что очень важное. Хочу, чтобы ты изучил семью кузанов. Да, да. Тех самых известных кузанов. Да я тебе потом причину объясню. Клади давай трубку. Иди поизучай, ну. Нашли курицу, которая дает золотые яйца, клянусь. Сейчас наши дети закончились. В первую очередь докатилась до Тунча, что ли? Из-за ошибок Тунча я не могу быть виноват. Не так все легко, господин Осман. Когда на кону Тунча, я смотрю, ты повышаешь на меня тон, госпожа Зухре. Меня касаются мои дети. Не Тунч. Может быть, поэтому это? Что происходит, дядя? Что происходит? Кто думает стоять перед тобой, а? Дядя. Не зови меня дядей. Без что, компании моя нужна, что ли, а? Что? 250 тысяч пропали из бюджета компании. Ты перевел эти деньги. Присвоил их себе, похитил, да? Какое похищение? Я всегда защищал твои интересы. Я всегда работал во благо твоей компании. Нигде я никогда не провинился. Раньше ты мне доверял. Что случилось? Я допустил ошибку. Остались все люди, которым можно доверять, а? Ты предал меня. Я никого не предавал. Дядя. Мой сын посвятил себя этой компании. Он умер, работая здесь. А мама? И так известно, что случилось с ней. Я никогда не отлынивал от работы, дядя. Я всегда в компании потом работал. Я работал ради компании. Я защищал интересы компании, твои интересы. Как ты можешь это мне сказать, а? Я не говорю. Это документы говорят. Что ты с деньгами сделал? Селиму отдал. Селиму? Да. Чтобы он взял Фериде. И они раз навсегда ушли. Я дал Селиму. Ой, господи, боже мой, а? Я с ума сойду. Я сойду с ума. Что бы я ни делал, не получается. Слушай, я все делала, Бахар, в этой жизни. Но из нее я не смогла человека вырастить. Доченька, как ты могла быть связана с ними, а? А, с ростовщиками. Боже, сохрани мой рассудок, пожалуйста. Мама. Успокойся, пожалуйста. Мама. Мам, я клянусь тебе, я ни в чем не провинилась. Кадер, я понять не могу, как ты могла быть связана с ростовщиками? Как ты вообще с ними встретилась? Слушай, сестра, я же рассказываю, но вы не хотите меня понимать. Я просто хотела другу своему одному помочь. Боже мой, она все еще про друга говорит. Господи, Боже мой, что это за дружба такая? Он тебя обманул, просто надурил. Ну не знал я, мам, прости меня. Да все уже позади. Что мы теперь будем делать? Где мы найдем 5000 лир, Бахар? Да не надо их уже искать. Как это не надо, сестра? Они же к нашим дверям придут. Больше они не будут к нам лезть. Я отдала деньги. И забрала документы. Где ты нашла столько денег? Что ты сделала, КДР? Мам, говорю же, я ничего не сделала, я ничего не сделала. Деньги Сестра Зилды сдала. Не сможешь ты так сбежать из своих чувств. Оно ведь видно, что ты любишь Бахар. Что за глупости ты несешь, детка? Не надо себя винить за то, что ты любишь Бахар. Слушай, это любовь. Ты ведь не вина в том, что кого-то любишь. Слушай, какая любовь? А о чем ты говоришь, что за глупости, Хандан? Ну не надо, Берат. Я ведь видела, как ты рассказывал о ней. По глазам твоим видно. Ты ее любишь. Закрой, Жирот, закрой. Слушай, чего ты так движешься? Я понять не могу, из-за чего. Но теперь я уверена. Ты до сумасшедствия любишь Бахар. Я смотрю, твои мечты прогрессировали. Ты, кажется, меня уже с собой спутала. Но я-то на тебя никак не похож. Берат. Берат. Кто знает, наверное, сердце твое горит по Бахар. И фотография, наверное, рядом с тобой, да? Что ты делаешь, а? Хандан, хватит. Еще и говоришь, что не такой, как я. Как думаешь, если Кемаль узнает об этом? Ваша дружба, она продолжится? Детка. Ой, ты что, меня бить, что ли, собрался? Что ты делаешь, Берат? Берат, куда ты собрался? В деревню поедем. Ты расскажешь своему воронению Кемалью. То есть, то, что ты не беременна. Берат. 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 Между мной и Джинейтом ничего не случилось. Как-то ничего не случилось. Он подбросил меня до дома. Сделал кофе, чтобы я пришла в себя. А потом он взял и ушел. Я не буду врать. Я хотела бы, чтобы что-то было. Но не получилось. Слушай, если ты обманываешь меня... Если гордость женщины пострадала по вине мужчины, то она никогда врать не станет. Поверь мне. Да и к тому же хорошо, что ничего не случилось. Это говорит о том, что он думает о тебе. Хотя... Тунч мне говорил, что Джинейт расстался со своей девушкой, но... Тунч? Да. Кузен Джинейта. Да. Он с давних времен знает о моих чувствах к Джинейту. Он пил здесь. В это время позвонил Джинейт. Тунч сказал мне, что это может быть для меня возможностью. Ну и я сказала, чтобы он пришел. Но, очевидно, Джинейт дал мне неправильную информацию. Я не знала, что у него есть девушка, как ты. Ну вот и все. Теперь, своего позволения. Это уже второй раз, Тунч. Это уже второй раз. Это уже не останется безнаказанным. Я отдал деньги в Селиму, чтобы они свалили. Чтобы Джинейта спасти от этой проблемы. Почему я об этом не знаю? Мне нужно было срочно принять решение. Дядя, расходы по больнице с Феридой ведь были уплачены. Да. Пока она шла сюда, Феридой сбила машина. Джинейт по дороге домой увидел ее. Как это? Феридой не хотел оставать от нас. Хотела нам проблем наоткрывать. Причем, когда Джинейт только начал приходить в себя. Ну и за ней следовал Селим. Черт подери. Чего они все еще путаются вокруг? Чего они шляются? Хотел же забраться до того, как все это перенесется в дом. До того, как Джинейт вернется в то состояние. Поэтому я отдал деньги, чтобы спастись от них. И это сработало. Ты уверен, что это сработало? Пока я не убился в этом, я не остался от них, дядя. Они с Селимом покинули этот город. А у тебя было много проблем, дядя. Проблемы с Кемалем. Столько проблем, я не хотел, что ты еще этим возился. Я за твоей спиной ничего не промышлял, дядя. И если ты начнешь изучать квитанцию, ты увидишь, что она оформлена на имя Селима. А кто-то знает об этом? Нет. Пускай никто и не знает. В особенности, Джинейт. Ты самое правильное сделал для нашей семьи. Но отныне, что бы ни случилось, о каждом шаге докладывай мне. Прошу вас. Вы хотели воды? Нет, не хотели. Уже мы заказали сюда. Это разве не дом Османа Кузана? Да, это дом Османа Кузана. Подожди, подожди, подожди. Стой, я спрашиваю у сестры Зухря, подожди. Хороший дом. Мы не хотели воды. Давай, уходи. Заказали же сюда. Друг, тебе же говорят, мы не заказывали воду. Давай, иди. Иди, иди. Что происходит, Назире? Да ничего не случилось, господин Осман. Давай, уходи. Иначе я не смогу даже спасти тебя. Давай, иди. Зухра? Если ты не день, то можем с тобой немного поговорить? Да, конечно. По поводу мамы моей. Как ты позволила этой женщине отдать деньги? Да. Да у меня не было другого выхода. Я уже не могу с тобой совладать, Кадер. Что это за человек такой? Как ты могла эти деньги у них забрать? В таком состоянии. Этот человек говорил, что нам нужны деньги. Видишь, этот подонок оказался прав из-за тебя. Всевышний, пожалуйста, помоги нам. Нам нужно каким-то образом эти деньги вернуть обратно, мам. Как, Бахар? А? У нас воронике хотя бы пять куруш есть? Я выхожу. Куда собралась? Все кончено, Кадер. Больше не будет тебе никакого обучения. Ты нас уничтожила. И себя тоже. К черту, таких детей, как ты. Слушай, Бират, что ты делаешь, а? Выходи из машины. Бират. Боря же вышла. Ты расскажешь, Кемали, что натворила немедленно. Ладно, я расскажу. И он быстренько вернется к Бахар. И ты больше никогда ее не увидишь. Это правда то, чего ты хочешь? Слушай, Бират, пойми же, мы с тобой на одной стороне. Давай договоримся. Черт подери, я что такая падаль, чтобы тебя еще слушать, а? Таких не падалью называют, а те, кто любит. Не говори. Ты же не скажешь, да, Бират? Бират, пожалуйста, не говори. Пожалуйста, Бират. Что с тобой не так? Не отвечаешь на мои звонки? А сейчас не разговариваешь? Что случилось? Я допустила большую ошибку. Огромную ошибку. Я приношу извинения свои, прости меня. Что с чего? Что ты сделала? Я вчера ночью звонила тебе, но... Ответила другая женщина. Руя? Да. Я пошла, я нашла Рую. Чего? Да. Нашла ее и накинулась на нее. Спросила, что вы там делали. Спросила бы у меня, я бы ответил. Да. Ты просто подбросил ее до дома. Что такое? Приревновалась, что ли? А ты разозлился? Значит, любишь бороться, да? Ради любимого человека я сделаю все. Ну, то есть, если я кого-то полюблю... Ой, прости. Да нет. Мне понравилось. Я тоже сделаю все ради той, кого люблю. Да, ревни моя дама. Мне пора возвращаться к работе. Ладно. А я поработаю дома. Отктив. Субтитры сделал DimaTorzok